Мы едем сейчас на улицу Радищева, на которой 37 лет не было света и которым я помог, чтобы было освещение на улице. У них что-то не получалось никогда? Да никогда у них не получалось ничего. А у меня все получилось. И получится еще больше. 40 лет жили мы здесь, на этой улице, в каменном веке. Если бы не вы, пришла наконец цивилизация, нам включили свет. То, что могу, то и делаю. Но еще есть вопросы, которые думаю, что мы еще решим. Это насчет отсыпки шлаком вашей улицы. Потому как улица, скажем так, проехать после дождя на ней невозможно. На этой улице ведут работы государственные службы. Была нормальная дорога. Горводоканал ее все перекопал, всю испоганил. И никто ничего не делает. На наши обращения никто не реагирует. Дело в том, что Горводоканал, не Горводоканал, а воды Донбасса, вообще считается банкротом. Поэтому такие вот дела. Ну, раскопал в начале Горводоканал. Ну, а Горводоканал, ну, там нужно воздействовать на начальника Горводоканала. Ой, как его фамилия. Антоненко. Хороший дядька. Значит, дело в том, что все равно мы выйдем на него. И совместно с комбинатом Ильича мы сделаем отсыпку этой дороги. Так что вы не волнуйтесь. Все будет еще. Возле нас находится здоровая наша шлаковая гора Метинвеста. Миллионы тонн скопилось шлака. Думаю, не откажет нам Метинвест на отсыпку дороги. Мы уже вели разговор с председателем районной рады Макс Мой насчет того, чтобы найти способ отсыпать вам дорогу. Спасибо Николаю Максимовичу за то, что он за экологию борется. На сессии выступал по экологии. И мне было поручение выяснить, чья канализация, промоканализация идет по этому самому. Где она разломанная. И чья это была? Чья? Ну, думаю, что гор водоканала. Нет, это завода Ильича. Сброс отстойника завода Ильича. Ну, сброс отстойника это понятное дело. Но все равно кто-то же отвечает за это дело. Земля это лоток, отведен заводу Ильича для стока. Это их собственность. Полвека жили как в каменном веке, а сейчас благодаря вам начали жить как в цивилизации. Что могу, то и делаю. Спасибо вам большое. Благодарность от нас. Полвека жили без света. Спасибо за то, что боретесь за нашу экологию, цивилизации. Теперь живем, теперь живем цивилизацией. Да, благодаря вам. Теперь живем цивилизацией. Спасибо вам за то, что боретесь за нашу экологию. Не все, что могу, то и делаю. Хотелось бы, конечно, и, чтобы поборолись за нашу дорогу. Ну да. Если тут... Если не вы, то... За дорогу, конечно, никто не будет заниматься дорогой. Вот, я смотрю, ведут не одну линию. Получается, одна линия проводилась, вторая линия тут проводится. Ну, копают водопроводы наши. Водоканал, вода Донбасса, ну, тут уже нарыли. Ну, никто ямы не зарывает. Дело в том, что гороводоканал, он же раскопал дорогу поперек, в нескольких местах. И все, засыпал, нарушил асфальт, ямы траншеи, на глубину до полметра. Раскопанный не проехать вообще не важно. Тут пока мороз, еще хорошо. Если мороза не будет, то будет, поверьте. Ну, ямы колоссальные. Я смотрю, вы цивилизацию им реальную помогли сделать. А что не было так долго у них? Ну, дело в том, что никто на эту улицу не обращал, так сказать, внимания. Получается, вы сделали для города подарок. Это город без окраин, наверное, программа такая была. Но вы подписались по своей инициативе? Ну, конечно. Нам бы еще в Приморском районе, в Атутино, никогда там пройти нельзя. А вот, смотрите, вот снимай вот это вот, Коля. Вот это вот, едут на мост, на мост едут длинномеры, металловозы. А вес этого металловоза где-то приблизительно 27 тонн. А максимальный вес, который разрешен на этой дороге, на мосту. 13 тонн. Вот вам, пожалуйста. Город может скоро остаться даже без дороги, без моста на Тополиную. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok